Песенка Карла Франца спета. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и мы забиваем последний гвоздь в этот гроб Карла Франца. Кстати, у него по деньгам, он уже, говорят, всего хватает, деньги есть, проблем нет. А всё замечательно, всё вообще вон великолепно, так что ждём третий стэк. Ждём третий стэк и уже вместе с ним пойдём на штурм. Ну вот так вот, как быстро всё поменялось, да? Да, быстро и неожиданно. Раз и всё, уже у Империи сил полно, энергии много, девать некуда, но скоро будет и некому её девать со стороны Империи. Так, это мы прокачаем. Трок, у тебя, ты разграбил, молодец. Вульфрид, нанимай так же всё, в принципе, в твоём плане пока нет изменений. В твоём плане нет изменений, у нас также уничтожение гномов по плану. Доблестное поражение, но это мелочи, мелочи. А во всех смыслах слово это мелочи. Сейчас ещё один стэк потянем и, по идее, гномы уже без проблем ломаются. Денег, кстати, немного дали. Ну тоже хватит этого. На первое время. Для припитания. Тем более, бюджет до 300 тысяч он поднялся. 300, 300, 300, 300. Мы такой психологический барьер спокойствия себе в размере 200 тысяч ставили, да? Причём минимальный это уровень сотка. Если сотка уже как-то надо чё-то шевелиться, чё-то придумывать. Так, Джура. Кто будет рушить? Наверное, ты, Джура, будешь рушить. Наверное, ты будешь ломать. А вот его я всё-таки отправлю чуть вперёд. Хотя Джура может подальше походить. Но ему-то меньше восстанавливать потери нужно. У него всё попроще в этом плане сейчас. Джура остаётся. Олаф. Олаф, ну смотри. Здесь есть несколько вариантов сейчас. Пограничников разнести. Вытащить из города. С одной стороны можно, с другой стороны... А может, оно и... Зачем нам, да, вот, тягивать из города ещё? Напрягаться лишний раз. Напрягаться лишний раз. Бегом сюда. Вы всё равно сюда идёте. Ну, вы идёте сюда. Тебя давай, наверное, всё-таки прокачаем. Ледяная норска. Ледяные дикие мародёры. А где великаны, фемиры, тролли. Волки. Волки. А, вон, волкотвари. Вот и не они. Всё. Золотые как раз лычки у всех есть. Всё как положено. Не уверен, что ты, конечно, тут будешь полезен. Нужен и необходим. Но, с другой стороны, можно отогнать этот стэк и всё. Сейчас без проблем. Альдорф как минимум взять в осаду. Тьфу, Альдорф. Айкендорф. Альдорф мы уже давным-давно шатнули, да? Первую победу... Да, пусть оформляет первую победу. Все эти мелочи. Долго всё равно не проживут. Трудная победа, но никого... Да, не сливаем. Один отряд. Опять врёт. Насчёт ульхеднаров, кстати, смотрите, как он врёт. Нагло, да? Очень часто обещает их не сливать, но не любит чем-то. Не понравились они ему. Чем-то они ему не понравились. Так, мне кажется, вот эти гномы начнут сразу же руины заселять. Там далеко мы даже отойти не успеем. Ещё руины не остынут, а уже эти гномы будут, как чайки, побираться возле них. Так, разведка. Просто стэки, которые уже не видят препятствий. Видят цель. И не знают преград. А, хотя на следующий ход Джура тоже пойдёт вперёд. На всякий случай он останется рядом, чтобы помочь. Хотя и Гиль не пойдёт на штурм. Он не сможет взять город. Вернеру придётся это делать. Ну ладно. Рофе, ты у нас ждёшь. У тебя своя вечеринка, у тебя своя задача. И остался вот ещё один герой всего лишь. Который ничего не сделал. Можешь вот кровавый источник покопал. Кошмарить. Так, это мы всё пропускаем. Хотя ремонт можно и не делать. А вот строительство-то надо. 11 тысяч. Как тут налёты, да? Быстро. Минус уменьшают. Мы в какие-то моменты этого прохождения даже в плюс выходили. За Норска это приятная мелочь. Ну, Скавины потихонечку заняли уже Кислев. Сейчас пойдут тоже Империю занимать. Им тут уже этого и не нужно особо делать. Но, с другой стороны, есть эльфы лесные, которых нужно окружить союзниками. Те же тёмные эльфы с юга сейчас, с центра. Да, немножечко, если Скавины поближе к ним подберутся, тоже будет очень полезно. Ну, вдруг на последних таких этапах ИИ любят что-то начать делать. Какую-то гадость. На штурм нужно как можно скорее идти, потому что эти агенты могут нас достать. Гномы. Просто армии не осталось. Смотрите. Баланс сил. Хотя ещё территории достаточно большие, но армии, такое ощущение, что вообще не осталось. Всё, что было, всё они слили. Они пошли во Олын. Против нас, но прогадали. Они блефовали. Ну, в принципе, как и всегда. Сделать ничего не смогли. Лесные эльфы, вон. Начинают распространять свой лес. Альдорф, Дуртху. Хм. Ну, хорошо здесь, в принципе, небольшой стэк. Свои улучшения. Подобавлял. Но гарнизон справляется с ним. То, что кого-то сольёт, это же гарнизон. Это вообще без разницы. Хорошо, что он маленьким стэком пошёл. И Дуртху даже плюнул на некоторые слабые поселения Малекита. Его интересовала именно эта тема. О, подожди, а это... Чё за скавиное? Где они находятся, Конфестер? Не, конечно, я согласен с тобой. Я бы ещё вот договор о ненападении, право прохода подписал. У тебя ещё и денег дофига. Хотя, ну, нам они не сильно нужны, да? Чисто из принципа вот так вот. Добавить стоит. Но, судя по врагам, они... Да, они в люстре всё-таки здесь. Вот такой маленький второстепенный. Героическая победа? Офигеть! Офигеть! Не, вот здесь, конечно... Фемира прям очень божественно поверили. Нам можно и отступить. Здесь не принципиально. Но героическая победа реально одержится, да? Это помните... Где у нас в прохождении? За... Как раз кого втрою играл последние компании, да? Это были с мифами. Вроде бы. Вроде с мифами. Как раз. Начинали за Амазонок. И победу мне отдали, когда Автобой говорил, что вроде бы мы проиграем. Там сражение уже тоже ничего не особо не значило. Я решил его отдать, нажал кнопочку, а мы выиграли. По-моему, это как раз прохождение с мифами было. Приятно, конечно. Но здесь интересно, чем руководствовались. Определяя такой баланс сил. Два отряда лучников и фемир. Да, покоцанный гарнизон. Но все-таки... Там и артиллерия есть, там толком... Вот лично в той битве вряд ли бы мы, наверное... Хотя может. Не стоит забывать, что я ведь оцениваю во многом вот сражения даже с точки зрения более привычного оригинального баланса. Баланс здесь в моде совсем другой. И лычки... Они... Мы видели неоднократно. Они просто порой меняют... Все. Не просто... Отряд как бы делают лучше, а они... Прям на голову сильнее остальных. Может быть, эти лучники и правда. Там боеприпасов, с другой стороны, мне кажется, помогло бы не хватить. В этом проблема была. А в ближнем бою, ну, даже с золотыми лычками... Ну, штаб, чтоб они там сделали. Чтоб они там сделали. Ну, а какая будет следующая кампания? Пока... Пока еще не решил. Посмотрю. С модами... Ну, моды... И, может быть, попозже вернемся. Именно в Вархаммере. Я подумываю на данный момент все-таки... Если начинать, то... Пользуясь паузой и в преддверии выхода третьей части Вархаммера, где будет у нас море контента. Все-таки пока взять какую-нибудь другую игру в рамках серии... И поиграть в нее. То есть, на данный момент мысли такие. Что возьму за игру? С модами? Без модов? Там, посмотрю, может... Вроде бы ватили все кампании дополнений я проходил. То есть, вот такие вот моменты. Просмотреть нужно. И начнем. В крайнем случае... Какую-то сборку вот... Масштабно-глобально меняющую игру. Может и... Русь вновь? Пройдем. Вспомним былое. Как это было? Как это было долго, мощно и интересно, да? Но только нужно будет придумать как-то иначе. Потому что точки и позиции там у всех фракций Руси одинаковы. Плюс-минус. Желательно бы как-то развернуть события. Иначе все опять превратится... Ну, примерно в похожий сюжет. Понятно. Рандом. Вар всегда... Даже в одной и той же кампании может пойти то в одну сторону, то в другую. Но сторону... Та армия, другая. Эти могут уничтожить других. Где-то в параллельной вселенной они сильнее всех. Те, кто были уничтожены первыми. Такие возможности и вероятности есть. Но плюс-минус... Тот же... Вариант нашествия с гунами. А-ля... Он никуда не денется. Потому что еще попытаться... Тебя подтянуть стоит или нет? Ты вряд ли дотянешься. Но скорее я тебе включать не буду. Иди отсюда. И, соответственно, их сдерживать... Мы помним там... Монголы. Ну, в данном случае, если о моде говорить конкретно, да, там не гун, а монголы. Они, конечно же... Появятся в любом случае рядом с нами. Их сдерживать. Помириться с ними, ну, будет сложно. Пытался в том моде я это сделать. И какое-то время даже не воевали с ними. И какое-то время они ушли на Ближний Восток. Но все равно вернулись. Все равно игрок, конечно, приоритетные цели. Практически между молотом и наковальней тогда были. Надо было проверить, город-то может уникальный. Что я заговорился. Потому что вот здесь эти земли на карте... Никак не были отмечены. Города там уникальные, нет. Лучше проверять. Так, дюрем. Ты дотягиваешься? Отлично, ты дотягиваешься. Ты, значит, и уничтожаешь. Гномы не успеют поднять голову. Хотя гномам всегда приходится поднимать голову, да? Особенностью физиологии. Ну, вот и они слишком задирают подбородок. Так, в принципе, их поведение также доказывает, что они слишком задирают этот самый подбородок. Во всех смыслах слова. Так, Джура Ола в следующий. Так, ты должен будешь уничтожить поселение. И так тут героическую победу. Хотя, смотрите, забавно, но факт. Уничтоженный гарнизон, лучше было бы отступить. Здесь гарнизон полноценный. И покоцанные волки уже не дают победы. Любопытно. А ну-ка. Хотя у нас тут агенты есть. Можем покоцать сейчас. Сними. Вот, я когда рассмотрел возможность начать вот в том же моде за восточные фракции, но я посмотрел их состав и вот как-то мне вдохновило. Потому что вообще в исторической части этого товара, ну там вообще модельки все одинаковые. Есть человек, слон, лошадь. Разная одежда и все. Там, конечно, в этом плане всегда я руководствовался составом армий. Смотрел, какие там отряды есть, особенности. Нравится ли мне их состав. Интересно, мне кажется, будет ими играть. Есть ли лучники, например. Такой формат. И состав восточных, ну, как-то в моде не впечатлил. На западные фракции. Не знаю. Может и за них можно было. Первая победа нормальная. Меня устраивает. Мы, в принципе, уничтожили стэк. Помогли скавинам. Которые либо будут здесь сейчас додавливать, либо все-таки перебросить силы, чтобы сопротивляться лесным эльфам. Ну, какая-то такая... Минимальная помощь с нашей стороны есть. Гарнизон есть. Разворачивайся, уходи. Уходи. В принципе, и тебе надо будет уходить, потому что... Этих сил мало будет, чтобы дальше развивать успех на юг. Ну, мы еще и охоту можем успеть закрыть. Кстати, здесь агенты-то рядышком. Уже можно кого-то отправлять туда. В теории. Кто осаждает? Осаждает элитный отряд. Конечно же. Ну, кстати, здесь надо было тоже проверить. Уникальный, не уникальный. Потери есть. Потери все-таки идут. Будут ли они отмечаться здесь потери? Да, без должного снабжения. Но ему даются деньги, потом они быстро заканчиваются. Но никого он не распускает. Удивительно, почему тогда Архаон вот распустил, да, часть? Вот с чем это было связано. Потому что с деньгами, но мы видим, что нет. Деньги вообще здесь не мешают. Вообще никак не влияют. Первую победу нам предсказывают, но сыграем лично. Здесь огромное количество батарей. Город, в принципе, уникальный. Мы пойдем по всему периметру, будем штурмовать ракеты. Ой, как будут шатать сейчас избранных. Возможно, многие не доживут из избранных. Но там еще слоны будут заходить. Как подкрепление, знаете, во Властелине колец. Только у нас избранные, это как раз-таки орки Мордора. Орки Мордора штурмуют. И Рохан их не спасет. Рохан уже давным-давно уничтожен. Местный Рохан. Их мы как бы похоронили, можно сказать, первыми в Старом Свете. Потому что Кислев нас не дождался. На территории Норска, там, кого мы уничтожали, это не считается. Это все не то. Ну и второстепенные имперцы тоже. Поселение гномов обычное. Сумрак. Мрак. Представляете, если бы ракета попадала в потолок и начинали падать камни. И еще сам город мог бы тоже быть уничтожен. Так вот обороняешь город, понимая, что проиграл, выстрелил в потолок и вот вместе с атакующей армией похоронил город. Потом сражение заканчивается. А у тебя, ну, поселение в руинах. Вы по центру приходите на помощь, это плохо. То, что вы по центру идете, это очень плохо. Штурмовать лучше этот кусочек стены. Но до него еще дойти бы. С другой стороны, знать бы, какая именно армия. Потому что одна вообще никак не поможет нам возле стен чисто к воротам бежать с планетами. Ну ладно, погнали сюда. Единственное, можно мага в отдельную группу. Для него-то задачи будут эксклюзивными. Кавалерии придется идти сейчас вперед. Во-первых, если где-то здесь стоять, они все равно получат по морде. Во-вторых, эпичность. В-третьих, заодно прикроют огненного мага. Все, мы готовы. Погнали. Ух, а нас еще тут и не видят, якобы. Вперед! Ракетницы! Бьют. Так, чуть ближе подойди. Так, у нас тут огромное количество, кто откуда подошел. Мы немножко наведем порядок здесь. Ну, чтоб удобнее было. Просто, когда вот так вот удобно, через шиф даже группы не нужны и спокойненько руководишь армией. Все вообще красиво и аккуратно. Так, слоны, значит, подходят отсюда. Ну, вы подбегаете с этой стороны. Только все вот как-то так должны встать. Ну, а пехоту подведем вот сюда. Все, погнали. Ох, ракеты тут нам сейчас помогают. Ракеты просто бомбически помогают сейчас. Так, ладно, некого. Вот он. Целый прай. Мамонтят. Диких и необузданных. Как воспитатели в детском саду. Залезли на стену и наводят порядок. Правильно. В мире должен быть один порядок. И этот порядок принесет хаос. Это заградительный огонь, знаете, такой. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Все, кто попытается бежать, будут уничтожены. Не попытаются бежать, тоже будут уничтожены в любом случае. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, вперед. Так, хотя с алебардами можно спустить на самом деле. Потом. Чуть попозже. Победа близка. Тут уже. Заходим, 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 господа. В принципе, Фемиров предлагают тоже бросить сюда. Ай. Надеялся, что успеем. Они тут будут тупить. А еще и Вихрь в другую сторону пошел. Обидно. Ладно. Залазьте. Ну, в смысле... А, подожди, это кавалерия выбрала. Огры от мамонта отлетели. Причем, ну, по факту он один. Дикий. И одинокий. И одинокий. Но это ж не охотники, правильно, Огры? Чтобы попытаться справиться с ним. Слабые. Немощные. Которые привыкли сражаться толпой. Это охотники, Огры, одиночки. Несравненные. Несравненные. Давай, ты уходи уже. А, я даже предлагаю тебе, наверное, отступить прям совсем. Совсем. Освободи место. У нас здесь много тех, кто может занять твое место. Желающих тьма. Давай, Тима Монтята. Вы сейчас сделаете погоду. Как минимум, станет очень сильно влажно. Влажность повысите в этом регионе значительно. И эту влажность оценит не только Экхорн, но и Нургул по-своему. Мы же против людишек сражаемся, правильно? Так, а ну-ка вы. Пока не в бешенстве, попытайтесь к артиллерии прорваться. Вот у нас еще один Мамонт как раз пришел. Один отряд уничтожен. Ну, или сбежал. Кавалерия, вперед. Просто заходи. Тут действительно удивительно, что они не бегут. До сих пор еще. Какой-то такой... Вариант надежды на артиллерию остается. Вперед. Прям даже приказ об атаке отдают. И вам нужно отключить вот эту ерунду. А то вы сейчас начнете же бинджеваться. И этот приказ нужно будет отдавать раз через раз. Красиво. Площадь здесь освещена. Масштабно. Масштабно. Эпично. И беспощадно. Последние дни человечества. Хотя человечество так-то не уничтожено. Еще даже империя, чисто формально, в лице великого охотника, жива. То есть в этом плане она еще... Эта нация, эта раса полностью... Не канула в небытие. Так, все побежали. В принципе, только ты... Одинокий. Голубь на карнизе. Еще сопротивляешься. Так уйдите. Так уйдите. Так уйдите. Не лезьте. Не лезьте. Слонам все его способности, которые он там по области использует, бьет, в принципе, как дробина. Массаж. Вот и нет коня. Под каретой они слегли. Решительная победа. Сломали. И, по идее, победили. Если нет, то сейчас, в любом случае, мы уже эту победу одержим. Так что можно будет продолжать диалог, размышления о компаниях. Чего, кого, зачем, когда. Да. Вообще, я говорил еще, когда проходил за Киевскую Русь, да, в моде, что я бы еще за Новгородскую Русь прошел с точки зрения, если бы они были полноценные кочевники. Потому что, ну, им места на карте Атилы нет. Там этот кусок восточных земель отрезан, обрезан разработчиками изначальной игры. Поэтому их там негде пристроить. И они начинают как кочевники. Но они не полноценные кочевники. Они не могут развивать свой лагерь и путешествовать спокойно не смогут. То есть там, если ты не наймешь, не займешь на первом ходу кого-то или что-то... Дальше будет очень сложно куда-то продвигаться. Да, вот она она, победа. Победа, только победа и ничего кроме победы. Как это было, краткий курс нашей истории в этой вселенной. Вон, с Кавиной даже какое-то время, смотрите, здесь, ну, все эти земли контролировали. Сюда залезли. Империя, вон, объединяла миры. Ну, а потом гномы начали теснить и как чайки забирать. Ну, опять же, мы говорили, что здесь они молодцы. В данном случае они уничтожили порталы хаоса и это уже поспособствовало нашей скорой победе над Архаоном, которого мы отказались поддерживать. Ну, а Маликит, в свою очередь, кстати говоря, если обратить, да, на него свое внимание, то у него вон территории так-то отбирали, отбирали, уничтожали. И очень близко к столице подошли. Куске оборванные были практически как его жизнь. Но пока продолжим. Ну, статистика. Кто любит статистику, сколько было стеков, сражений, там, дипломатии, очков, доход, сколько денег всего, какие у нас затраты. Сколько армий создавалось, сколько их терялось, сколько битвы выигрывалось. Ну, кто любит эту статистику, так ознакомиться, быстро промотаю по классике жанра. Всего действий героев, кстати, две сотни, юбилейные у нас были действия. Ну, продолжаем. Здесь пока нажимаем продолжить кампанию. Победа. Победа. Вы пережили эру героев и эпоху войн. Преодолели все испытания и сломили сопротивление всех врагов. Этот странный и опасный мир, полный жестокости и кровопролития, изуродованный безумной силой хаоса, видел бесчетное множество попыток основать великую державу. Все они потерпели крах. Лишь ваша империя остается великой и процветающей, несмотря ни на что. Хотя, если честно, для них, ну, как-то не особо. Так-то интересный абзац. Мы как-то не империю строим, да? За Норскую. Только мы ей ничего не захватываем. Люди и монстры севера давно стремились уничтожить южные государства. Но раз за разом отступали обратно от свои ледяные пустоши. Такого больше не повторится. Вы спустили с поводка ваши орды норскийцев, боги хаоса, благосклонно взирают на предводителя, устроившего такую катастрофу. На вас. Даже с удовольствием лицезреют, как уничтожили архаона. Ну, вообще волос они, боги хаоса, так-то короткая. А вот и большая победа сразу. У нас такой дубль победный. Боги хаоса подсылали убивать своих чемпионов архаона, дабы его приструнить. И он их не затмил. Ну, а тот их просто в своего коня запихнул, скажем так. Жестоко, да так? Ребятки, напалим. Не на того. Не на того напалим. Не там они явились. Не там вылезли. Хотя нет, может и там вылезли. Из коня-то они вылезли. Во всех смыслах, вылезли они-то из коня по факту. В виде голов, но вылезли. Это уже такой нюанс, который, возможно, стоит уточнять, а может и не стоит. Все зависит от желаний. Доход от торговли, бонус. Давай, Бретония. Давай. А сейчас эпилога не будет. В принципе, надеется, что появится эпилог фракции, которая, ну, как бы появилась все-таки изначально. Как бонус за предзаказ в первой части появилась, а бонус за предзаказ был ко второй. Тут эпилог вряд ли появится, но вот тема эпилога вообще интересна сейчас особенно. Потому что тот же Энкари, который возглавит демон нашествие именно своего покровителя в третьей вахе, он фигурирует, по-моему, даже в нескольких эпилогах. Но в одном точно и это Царь Гробниц, если меня память не подводит. То есть если, кто не знает, вообще во второй вахе после прохождения за основные фракции однозначно. Именно в дополнениях фракции, которые появлялись, там не всегда эпилог есть, но вот у Царей Гробниц он точно был еще. Это, наверное, поклонники игры назвали в свое время самым лучшим дополнением, да, по сравнению со всеми, что было тогда Царь Гробниц. У Царей еще был эпилог, у ряда других фракций эпилога уже не было из дополнений, но сама суть. Когда заканчиваешь кампанию вихря, ты сдаешь парочку ходов и вот здесь в сообщениях у тебя в событиях появляется эпилог. Небольшая история, пост-история, заключение, где рассказывается что, как, где, зачем, почему, какие-то намеки оставляются. Потому что за того же Архана мы как бы собирали книжки, да, вроде бы для своего господина. Мы собирали книжки для своего господина, но все повернулось совсем иначе. И почему он не вернулся, да, нам же нужно знать. Здесь, как-никак, начиная со второго Вархаммера, все-таки в первом Вархаммере, наверное, более классическая песочница, где нет такого четкого сюжета. Единственная такая сюжетная линия это Архаон и Хаос, тот же он, кстати, советник, который заинтересовал многих. И, видите, создатели на самом деле не просто игры вселенной решили эту тему так поддержать, подыграть. И, условно, конечно, в рамках игры советник это просто, ну, советник, который, в принципе, когда играет, там, например, за Империю, он не обязательно поклоняется Хаосу. Кстати, вот этого сейчас уничтожен гном. Торгрим тут злопамятный, выполз со своей злой памятью. Что, затянешься дальше? Да, затянется, убьет, но ничего. Пусть порадуется. Напоследок. Смерть в битве, армия потеряна. Ничего, гном. Мы тебя, может, добивать и не будем. Уже. Но все поняли. Кто ниже Плинтуса упал. И ничего не смог сделать. Ну, вот. Вполне предсказуемо. Этот гном выходит. Но он с нами не воюет. Ему опасаться нечего. Вокруг союзники. Рядом руины. Просто выйди. Захвати. Забери. Но, говоря дальше, да, о сюжете. То есть, у Архаона он как бы там ролики вот это. Чувствуйте. Оно идет с севера. Ну, и так далее. Кто же их всех этих собрал? Мерзавцев воедино. И потом, после победы. Дальше небольшая история. У остальных фракций все куда проще. Вы победили. Вы выжили. Молодцы. И... Возьмите с полки пирожочек. В этом плане. Что-то разграбить решил, мерзавец. Я радовался, что ты уничтожишь их. Поселением. Во второй части уже более такие... Завязки сюжетные были. И вообще, помню, как бы начинал проходить вторую часть. Старался торопиться. Успевать вот этот... Как только достигаешь уровня контроля вихря. Сразу же его делать, чтобы там не опоздать. Потом, тогда уже прошел несколько кампаний. Ммм... Все нюансы знал. И... Кампании занимали гораздо меньше времени, да. Потому что, если сравнить... Кампании вихря. Когда я проходил... Первый. Как много было сражений. Как... Осторожно я... Старался пару действовать. Ну, тут опять он, гарнизон. Из-за этого нападения полностью остановился. Сколько серий, в итоге, это прохождение занимало? Ну, там, по факту, вот как в смертных империях. Так в смертных империях, так в компании длятся дольше, чем в компании вихря в разы. А то вот практически как в смертных империях на большой карте. Сюда в точках. Шла. Шла и шла. Шла и шла. Так, давай сюда. Все, Вульфрик вернулся. Вульфрик готов наказывать. А стэк гномов ушел туда. Чувствую, что здесь... Бояться вообще некого. Сейчас будет. Ну, мы, конечно, естественно, не боимся вообще никого. Просто данным стэком порой стоит опасаться. Определенных... Героев. Ну, или тех, кто возомнил себе героем. Какую бороду б тут не отрастил, это тебе героем еще не делает. Законы просты для всех. И для больших, и для маленьких. Заходи в поселение. Мы-то и развернем еще вот отсюда сейчас стэки. И поведем их. Ну, особого смысла нет. Еще ход сдать. Наверное, даже ходить сейчас. Уничтожать тут. На автомате им дать. Пусть двигаются, да? Пусть двигаются, и все. Выходите. Ну, налет на владение маленький-то... Может, и будем делать. Может, вот сейчас здесь зайдем. Кстати, зачем нам идти туда? У нас есть здесь... ...отличные цели. Того же калибра. Того же масштаба. Ну, вот лес... Посмотреть можно было бы. Город уникальный на последний. Гномы, конечно, помешали. Просто данной армии напасть на него... Ну, может, не уводить второй стэк. Ну, второй стэк тоже бы сейчас был бы уничтожен. Только ему его бы не простил. Так, ставим, ладно, ускорение. Вон, маленький-то в люстре тут... Войну бороды устроил. Не просто зачинщиком побыл, но и... Решил их добить. Против основных, правда? Своих товарищей и учителей по коварству. Пока не пошел. Пока не... Рискнул их добить. О, а тут город, да, гномы и себе? Карак один забрали. Маленький... Тут вон гном... Но он, в принципе, потерял... Время. Если будет так и дальше заселять... Мы пройдем и уничтожим... Походкой. Можем столицу гномов посмотреть сейчас. Вот туда как раз идут стэки. Побеждать необязательно. Просто зайти посмотреть и даже на этом завершить серию. Эм... 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 Там... Ну победа будет в том... В бою. Ну проста и банально. Эм... Вступить в войну? Не. А город-то уникальный. Столица должна быть. Хотя... Ну, по-моему, у гномов вот как раз-таки... Это тот резкий случай, когда столицы уникальны. Раз... Давай, 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 давай. У нас... Здесь важны... Моменты нашей жизни. Лагерем. Так, ты далеко ходишь, поэтому просто подойди сюда. Ущелье мертвых. Вот сейчас проверяем. Обычное поселение. В принципе, мы даже в этой серии... В таком поселении и били. Сразу уничтожаем. Денег хватает. Так... Ты в любом случае иди сюда пока. Я верю в этих ребят. Данные города тоже могут быть уникальными при этом. У меня это поле обычное. Прям обычное. Обычное-преобычное. Ну, наверное, не уничтожай, разграбь. Потому что двумя стэками мы сейчас следующий попытаемся шапнуть. Разори. Джура, в свою очередь, идет с толпы, грубно. Осаждать. Хотя, Вульфрик здесь пригодится. Если этот стэк там... Сейчас хоть кого-то успел нанять. Гром брендала. Может, какие-то и пробелы... Заполнить. В обороне и создать проблемы. Необычное поселение, вообще. Разрушаем тогда тебя уже. Вы дальше в любом случае никуда не пойдете. На следующий ход никого задерживать не нужно. У Вульфрик может еще успеть развернуться. У Вульфрика всегда такой шанс есть. У Вульфрика всегда такой шанс есть. На этот город и столицу. Нападем. Будем... Даже битву начнем. Будем рассматривать, пока идет сражение. Мы быстро победим. Там толпой они побегут. Всех нагнут. А мы будем наблюдать. Летать. Смотреть. Поселение рассматривать. Не перед боем, как обычно. А уже прямо во время сражения. В идеале тут тоже так бы сделать. Но Гром Блиндаун, мне кажется, может не позволить выиграть так легко. Так, горы. Круче гор, только горы. Напоследок, это наши последние приказы по строительству. Пусть нас запомнят. Великим зодчим. Стэмфот. Ускорение. Так, может еще наши герои тут не доходили. Ускорение оставляем, не снимаем. Там ничего уже интересного не происходит. Там по карте он может... Если где-то Маля какие-то что-то еще захватит. Увидим. Экспедиция. Ну а плод человечества остался вот только. Там где... В принципе им не место. Там где им не рады. Так-то по лору... Люди... Были практически последним творением... Древних. И они их не успели долепить нормально. Такие недоделанные получились. Недоделки, людишки. И ящеры не знают, что с ними делать. Какая роль у этих... Людишек. По плану. Недоделки. То ли брак. То ли в принципе... Уже неплохо. То ли надо было шатнуть. С другой стороны. По лору... Пишут же, да. Парадокс людей в том, что с одной стороны... Они самая многочисленная такая... Раса, которая борется с хаосом активно. А с другой стороны, они самые многочисленные, которые поддерживают этот самый хаос. Ну, часть людей. И самое главное, каждый своими мыслями, своими желаниями он укрепляет этот хаос. Порождает. Помогает. Ему. Делает его тем, что он есть. Делает его... Как раз таки... Вот таким вариантом... Злым. Хотя, естественно, хаос и варп это не зло и не добро. Это вот... Дед Мороз, который... Ну, ладно. Если вы хотите... Ну, я... Я сделаю вот это. Ну, если вы это прям просите. Если вы этого желаете... Ну, то все ваши извращенные желания станут... Блин, опять не посмотрел. Данное поселение. Данное поселение. Не проверил в плане, да? Планировка. Уникальная, нет? Здесь мы, в свою очередь, давайте сейчас натравим... Наш небольшой табор. Ну, хотя больше на гарнизон все-таки. Гарнизоны... Ээээ... Успешней. Можно коцать. Полное поражение нам предсказывают. Вообще, не малейшей надежды. Но город уникальный. Но, с другой стороны, мы можем сейчас напасть... Выиграть... На другом фланге, ну... Два стэка вряд ли тут изменят ситуацию, да? Кром Бриндау преимущество все равно имеет. Правильно? Джура, он легендарен. Но он для нас лишь легендарен. Да. То есть... Развертывание войск. Так... А че он в поле стоит? Я не понял прикола. Ты в поле, братан. А че мы тогда... С тобой так-то... По-другому не поговорим. Берем в осаду. Что-то казалось, ты... В городе сидишь и сидишь. И ломаем ему тут хребет. Нет? Испугался. Трудная победа. Ну, тогда одержат они сейчас... Разграбят поселение. А, тут же основать можно форпост. Да, это же поселение. Я забыл уже. Что данный город... Если бы сейчас продолжали в компании, я бы сразу захватывал этот город. Конечно, посмотрели, захватил и... Дальше бы пошли. Первого победа. Держать. Три уфемиров, давайте. Делайте красиво. Просто разоряем и на следующий ход уже смотрим эти два поселения. И завершаем компанию. Взглянув на... Уникальные поселения. Некоторые, конечно, очки передвижения потратили. Но очень удобно. Вот в ремастере хочется верить, что в третьей части Warhammer сделают тоже так. Ну, ремастер именно первого рима. Что когда ты, допустим, забыл кого-то передвинуть из героев, из армии, сдаешь ход, они начинают дохаживать автоматически. И ты, если нажимаешь Backspace в этот момент, сдача хода отменяется. То есть ты можешь вновь изменить им приказ, доходить правильнее, в другую сторону, развернуть, если забыл. Удобно. Практично. Здесь, конечно, такого нет. Если ты сдал ход, они начинают отходить. Хотя, может попробовать, может оно и появится. Так, нет, мы отступаем. Мы здесь отступаем. Пока, тем более, рядом гарнизон. Нас это не устраивает. Хотя, может, маленькое подкрепление сейчас не помню. Ну, мы в любом случае, да, тут же побеждать нам и не нужно. Гром брендал. Как украшение будет этой битвы. Дополнительно. Как дополнительное украшение этой прекрасной битвы. И что у нас получается. Так что, давайте. Будешь ты. Есть контакт. Вот он город. И причем, смотрите, вышки. Так, наверное, третий стэк. Поближе подтащить тоже. Мамонты, чтобы подходили. Мы это будем наблюдать. Поселение изучать. Штурмуем, смотрим поселение. Наслаждаемся. Потом столицу гномов. Просто заходим, смотрим. И завершаем на этом кампанию. На этом мы завершим нашу. Эпопею по уничтожению. Старого Света. Ну, как мы одних паразитов уничтожили в Старом Свету. Других паразитов запустили в Старых Светах. В этом плане, конечно, играть за Хаус, за Норска. Ну, нет ощущения уничтожения. А если ты воюешь против всех, это еще дольше. И опять же, не гарантирует тебе удобного уничтожения. Где пойдем? Ну, что будем штурмовать? Так, сейчас какой фланг? Тут без разницы. Они выглядят синхронно идентично. Ну, вот такой вот замок гномов в снегах. Вообще, на самом деле, мне нравится. И было обалденное дополнение для первого Верминтайда. Несколько карт, где было вот именно якобы гномов. Наши главные герои прорывались. Так, а че вы? Ладно. Вот. Четыре. Как-то поставили лестницы, остальные потупливают. Вышки неактивны. В общем, пока непонятно. Но, в любом случае, кто-то, я надеюсь, залезет сейчас на стены. Начнет штурмовать, и мы смотрим. И вот одно из, наверное, крутейших дополнений. Даже, на мой взгляд, если сравнить со вторым Верминтайдом так же. То есть, во втором Верминтайде есть, там, пустоши хаоса. Есть те же сплетения, интересные идеи какие-то. Вот, смотрите. Оп. Магия, да? Какая? У гномов. Режимы. Все это замечательно. Все это хорошо. Новые классы. Но вот по атмосфере, по музыке, блин, какая же музыка в том дополнении к первому Верминтайду. И даже, ну, как-то стрим проводил специально. Вот. Мы бегали по тем картам. Ностальгия. В первом Верминтайде. К сожалению, от полного объединения, как вот в Вархаммере, да, первого, первой, второй части этого Верминтайда нет. Увы. Увы. Вот дирижабли вполне возможно появятся официально уже потом, когда объединят все три части. Ну, запросто. Ну, запросто. Точно-точно так же, как и у эльфов, их летающие колесницы. Ну, все-таки уже у Катая есть воздушные шары, артиллерия. Так что здесь тоже гномам на это можно надеяться. Блин, а они даже толком не сопротивляются. Они говорят, заходите, гости дорогие. У нас как раз пир. И сейчас их на этом пиру тут. И зажарят. Вперед, 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 вперед. А вышки, которые стреляют, это, я так понимаю... Наверное, вот вы? А, ну, отмечено, вот она, вышка. Да, ааа, вот они, они, смотрите, бастионы. Вот это не просто стены, это действительно бастионы. То есть пушки здесь не бутафорские. Мы уже обсуждали это, рассматривая другие поселения гномов, что если бы эти пушки стреляли, было бы круто. Но здесь это есть, это есть, смотрите. Вот несколько как раз вышек. Они позволяют это сделать. Так, а чё... А, они туда побежали, да? И вы за ним. И вы за ним. Надо мамонта отправить. Пусть бегает, заставит пушки выстрелить, да? Давай-давай-давай-давай, бегом. Вот сюда. Уже пушки должны будут стрелять. Ну, якобы стреляют, причём даже пушки, которые находятся на верхней палубе. Назовём это так. Потому что, ну, такая формация, это всё-таки напоминает какой-то корабль. На мой взгляд. Ну и всё, победа. Башня уничтожена. А что там было за башня? Ну, была и была. Поселение мы посмотрели. Первое есть, и сейчас второе. И завершаем кампанию. Ну, только это мы уничтожаем. А то, ну, теории могли бы забрать. В теории. Теория и практика. Это вещи такие. Они порой не совмещаются. Они порой очень сильно отличаются. И это нужно принимать и осознавать. Ну, у нас даже сегодня серия такая. Сверхлимитированная по продолжительности. Можно было и закончить по расписанию. С одной стороны. А с другой. Напоследок. Ностальгия по тому же Верминтаиду. Почему бы и нет? Нападаем на гарнизон. Он уже урок усвоил и сидит внутри. Поселение. Может еще подтянуть вон те стыки маленькие. Для толпы так. Для массовки. Они дотягиваются вообще. Но не верят. Но это не самое главное для нас сейчас. Да. Как массовка они подтянутся. Как массовка подтанцовка. Но в нас в любом случае не верят. Нападаем. Смотрим. И на этой ноте завершаем. То есть мы. Ну отчасти. Позволяем гномам. Ммм. Ну жить. Дальше. Как им и положено. В отдельных взятых караках. На фоне множества уничтоженных. Дефицита народа. Вымирающий вид. Пусть живут. Пусть пока живут. И вот как выглядит их столица. Ммм. Мы уже как бы внутри. Поселения. Хотя. Кстати говоря. По моему. Карак. Как раз таки я брал. Еще. Возможно. Даже за Халиду. Не факт. Что я доходил сюда за Архаона. А вот за Халиду. По моему. Прям. Штурмовал. На самом деле. Тоже. Это поселение. Не помню. Кто его. Контролировал. А. Тут. Небольшой. Такой. Таран. Крохотный. Но. Все. Это. Больше. Для. Зеленокожих. Якобы. Это. Зеленокожие. Штурмовали. Гномы. Не отремонтировали. Пробили. Ворота. Ворвались. Внутрь. Здесь. Эти. Мосты. Бутафорский. Несколько. Проходов. Но. У нас. Только. Один. Далее. Идут. Малые. Ворота. Основную. Ворота. Уничтожили. Пробили. Но. Все это. Оставили. За кадром. Ну. А. Как раз. Паром. Будут. Вот эти. Ну. И. Дальше. Мы. Видим. Огромные. Залы. Масштабно. Красиво. Но. В принципе. Простенько. Да. То есть. Каких то там. Хитросплетений. Нет. В плане. Планировки. В плане. Движения. В плане. Всего. Всего. Выиграть эту битву. Можно. Можно. Захватить. В принципе. Город. Напоследок. Но. Простим. Гномов. Да. Мы. Ж. Вот. Эти. Злопамятные. Покажем. На. Собственном. Примере. Что. Значит. Быть. Действительно. Хорошим. Нарский. Людьми. До. Следующей. Серии. Других. Прохождений. Друзья. Конечно. Потому. Что. Это. Мы. Завершаем. С вами. Был. Верус. Благодарю. Вас. За. 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 За.